Первое заседание Молодежного парламента 4-го созыва открывает Магомед Тумгоев. Звучат государственные гимны. Согласно второму пункту положения о Молодежном парламенте для его формирования решением председателя Народного собрания республики создан Организационный комитет. Какую работу провели члены комитета для формирования молодежного парламента, рассказал Джабраил Сучоев. Впервые Организационным комитетом была проведена процедура голосования по аналогии, проводимой партией Единой России, по отбору кандидатов-депутатов. Положение и регламент опробованной партии вошли в основу документов, утвержденных Организационным комитетом, по которым проводилось формирование Молодежного парламента. Согласно положению о Молодежном парламенте, утвержденном Народным собранием республики Нюшель 6-го СЗО, количество депутатов Молодежного парламента было увеличено до 32, а также изменен порядок его формирования. В решении Организационного комитета был утвержден срок приема заявлений для включения в состав Молодежного парламента, то есть с 17 ноября по 17 декабря 2021 года. В состав Молодежного парламента вошли 6 представителей политических партий Народного собрания до 35 лет, представитель комитета по делам молодежи, а также 10 представителей общественных организаций и 11 человек из 7 учебных заведений. К примеру, Лейла Сагова делегирована в качестве депутата от волонтеров-медиков. Всероссийское общественное движение направлено на популяризацию и развитие в молодежной среде волонтерства. Хочу обратить внимание на медицинское обслуживание в нашей республике, это немаловажный вопрос, и уже повысить уровень не только обслуживания медицинского, а еще и обучения, так как я сама являюсь студенткой 4 курса медицинского университета. Председатель Народного собрания республики Магомед Тумгоев отметил, что необходимый кворум собрался. В ходе голосования из числа депутатов Молодежного парламента избрана мандатная и счетная комиссии и их председатели. Третий вопрос в повестке заседания – подтверждение полномочий депутатов Молодежного парламента. За утверждение протокола мандатной комиссии и принятие постановления высказали все 27 депутатов, присутствующих в зале. Далее в повестке – избрание председателя Молодежного парламента. Председатель Молодежного парламента при Народном собрании республики Евгушетия 4-го созыва депутата Аспиева Адама Магмутовича. Против, воздержавший, принимает целинную власть. Избранный председатель Адам Аспиев поблагодарил депутатов за оказанное доверие. Он напомнил, что основная задача Молодежного парламента – это обучение молодых людей законодательной системе и подготовка к парламентской деятельности. В будущем это пригодится, если кто-то захочет развиваться в политической сфере. Нами будет подготовлен план мероприятий на 2022 год, поэтому план мы будем проводить обширные мероприятия в разных сферах, таких как, начиная с политических до социальных. Мы будем рассматривать законопроекты, касаемые молодежи, ну, например, студентов. Будем непосредственно работать с комитетами Народного собрания и вводить свои новые законопроекты на изменение законов. Всего путем голосования в Молодежный парламент делегированы 32 депутата из числа активной молодежи. С напутственным словом к ним обратился Магомед Томгоев. Эта работа будет зависеть от вас, как вы будете работать, как вы себя проявите. Это большая честь, большое доверие для вас, для молодых людей. Поэтому ваша активность, она будет, на вас есть большая возможность сейчас себя проявить, занять соответствующее место в нашем обществе, вести вот эту работу. По государственному строительству и законодательству, по экономической политике, бюджету и налогам, образованию, культуре, здравоохранению. Всего в составе Молодежного парламента образованы семь комитетов и избраны их председатели. Микаил Тангиев, Асха Белакиев, Новости 24.